В Свердловском областном суде начался процесс по делу участников экстремистского сообщества «Фолькштурм». Жертвами скинхеда становились все, чья внешность отличалась от славянской. Павел Чумаков о громком разбирательстве. 26 нападений, 3 убийства, а также 8 покушений на жизнь иностранцев. Список преступлений, совершенных участниками организованной преступной группировки «Фолькштурм», только в одном Екатеринбурге шокирует. Два года скинхеды в открытую нападали на всех, у кого была неславянская внешность. Акции устрашения преступники снимали на видео, а затем выкладывали похождения в сеть. К нападениям преступники тщательно готовились. Чтобы жертвы не смогли опознать их, свои лица преступники прятали под медицинскими масками или просто обматывали платками. Нехитрая маскировка обеспечивала им полную неузнаваемость и позволяла долгое время оставаться на свободе. При общении между собой в сети интернет, участники сообщества отправляли сообщения, не позволяющие идентифицировать отправителей. В июне этого года Свердловский областной суд приговорил основных участников экстремистской группировки к длительным срокам лишения свободы. Сегодня на скамье подсудимых оказались Александр Минин и Александр Соловьев. По версии следствия, последний является одним из лидеров преступной группировки. Минин же ранее проходил по делу как свидетель, однако теперь, когда он во всем сознался, ему может грозить реальное лишение свободы. Вину признают полностью по всем трем эпизодам, которые он предъявляется. Но статья предусматривает самое максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Следствием по делу собрана достаточно доказательственная база, указанное уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением. В ближайшее время будет направлено суд для рассмотрения по существу. Сегодня были оглашены лишь материалы обвинительного заключения. Следующее судебное заседание по этому громкому процессу состоится 18 декабря. Павел Чумаков, События ОТВ.